Постепенно возвращается к жизни. Яковлевская льняная мануфактура – предприятие, при Волжску нужное, важное для его экономики. Но несколько месяцев назад компания, арендовавшая производственные мощности, объявила о прекращении деятельности. Но к девятью сотнями работников нависла угроза сокращения. Однако сейчас об этих временах не вспоминают. Пришел новый арендатор. Рабочие места сохранили. Нам удалось договориться с представителями группы «ТДЛ Текстиль» о том, чтобы с января предприятие подхватили и сохранили производство в полном объеме. И, что немаловажно, в первую очередь, конечно же, сохранили трудовой коллектив. Сегодня мы убедились в том, что предприятие с января функционирует. Надо отметить, что на предприятии были устроены все те, кто хотели. Сегодняшний день занято на производстве 894 человека. Без изменений, конечно, не обошлось. Новая метла по новому метет. У предприятия сменился руководитель. Зарплаты остались на том же уровне, но побелели. Предприятие постепенно выходит на прежние мощности. Февраль месяц, к сожалению, был достаточно короткий, поэтому по нему судить сложно. По марту месяцу производство у нас загружено полностью. То есть мы вышли на те объемы, которые были в 2016 году. Надеюсь, что и в дальнейшем месяце эти объемы мы сохранили. На предприятии представлен полный цикл производства. Из льна сначала придут нити, затем ткут полотно. Окрашивают и только после этого ткань поступает в швейный цех. Готовая продукция – скатерти, салфетки, полотенца из этой экологичной ткани. Крупные покупатели от сотрудничества с новыми арендаторами не отказались. Продукция Приволжского комбината уже полюбилась потребителям не только из России, но и Германии, Португалии, Австралии, США и других стран. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново, Приволжский район.